МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сарканский район является одним из ведущих регионов области по пассивным площадям и аграрным регионам с диверсифицированным сельскохозяйственным производством. На 100 тысячах гектаров земли было засеяно более 30 видов сельскохозяйственных культур. Значительный вклад в развитие этой отрасли внесла агрокомпания «Сайронбек». Оно было основано 4 года назад. Стоимость проекта – 910 миллионов тенге. Аким области посетил данный комплекс и ознакомился с его деятельностью. Современные тенденции – это то, что операторов не хватает, механизаторов населения хватает, и нужно их обучать. Мы в этом году подготовили меморандум с Сарканским политехническим колледжем. Наша компания была основана в 2020 году путем объединения трех-четырех небольших хозяйств. Фокусируемся на выращивании семенного ячменя и пшеницы, семена которых импортируем из России и Европы. В этом году закупили 9 единиц новой техники. Товарищество «Азия Голд» – единственная в республике компания по экспорту лекарственных трав. Основано в 2010 году. Общая площадь – 5 гектаров. Здесь выращивают такие лекарственные травы, как мята, ромашка, мелиса и валериана. Материально-техническая база дополнена техникой из Германии, России и Турции. Предприятие имеет надежное партнерство с иностранными компаниями. С начала года в Россию и Германию было экспортировано почти 18 тонн лекарственных трав и 198 тонн продукции из «Проса». «Мировой рынок очень большой, емкий. Это готовая продукция. Тем более она органик. Мы некоторые вещи, например, салатку органическую получаем, малину органическую, ежевику органик. Это большая очень американская компания. Они у себя там. Вы поставляете только материал. Мы вот такое сырье. Есть идея, что в будущем, чтобы люди занялись производством, какой-то открыт здесь». Провел в этот день глава области и личную встречу с гражданами Сарканского района, большинство из которых затронули жилищный вопрос. Бейбет Исабаев заверил, что возьмет на прямой контроль актуальную для всех проблему и рассмотрит пути ее решения. После этого состоялась расширенная встреча с местным населением, в ходе которой глава края доложила о ходе социально-экономического развития региона. Выращивание сахарной свеклы является традиционной специализированной отраслью для местных аграриев. В прошлом году ими было получено 63 тысяч тонн продукции. В нынешнем пассивные площади сладкого корнеплода составляют 2,5 тысяч гектаров. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. Если до 2022 года на территории по всей области, не только ЖИЦУ, это вместо взятия Халматинской области, всего было 5 ветпунктов. В прошлом году 34, в этом году 24, в следующем году опять где-то три десятка. В общей сложности за три года, то бишь 3, 24, 25 год за три года, мы построим свыше 80 ветеринарных пунктов на территорию только отдельно взятых ЖИЦУцкой области. Несмотря на то, что изначально Сарканский район специализируется на животноводстве, количество мелкого рогатого скота значительно снизилось. Почти нет ферм, которые занимаются мясным производством. При наличии необходимых условий для создания молочных ферм, отрасль переработки сельскохозяйственной продукции не развивается. Например, компания «Ахбулак Продукт» является единственной фирмой, предоставляющей молочную продукцию в этом регионе. Но ее проектная мощность не была достигнута. Бибит Исабаев поручил Акиму района Галумжану Маманбаеву совместно с управлением сельского хозяйства устранить все недостатки. Также не остались без внимания вопросы промышленности. Малого и среднего бизнеса, обеспечения населения жильем и качественной питьевой водой. Помимо этого, была отмечена и сфера туризма, как занимающая особое место в развитии экономики района. Елеман Турсынканов, Жасулан Шынгенже, Кайрат Кастурганов, телерадиокомпания «Жетысу», Сарканский район. Счастья много не бывает. Многодетным матерям Талдукургана вручены подвески Алтыны и Кумы Салха. Честование матерей героинь состоялось в стенах городского акимата. Высоких государственных наград были удостоены 14 хранительниц очага. Стоит отметить, всего на сегодняшний день в областном центре насчитывается свыше 6 тысяч многодетных матерей. На церемонию вручения побывала и наша съемочная группа. Надежда Берекмуинова стала обладательницей подвески Кумы Салха. Вместе со своим супругом Голымбеком они воспитывают шестерых детей, старшему из которых 16 лет, а самой младшей – представительнице семейства Берекмуиновых всего полтора года. На вопрос, как удается сохранить гармонию в семье, многодетная мать отвечает, что главный показатель в семье – это их отношение с мужем, которое основывается на взаимоуважении и поддержке. Очень благодарна нашему акимату города за то, что пригласили, поздравили в торжественной обстановке. Очень рады, этому очень ждали. Хочу пожелать нашим мамам, многодетным, не только многодетным, а вообще всем мамам. Все мамы достойны наград, даже один-два ребенка не имеет значения. Это огромный труд – воспитывать детей. И желаю всем нашим мамам крепкого здоровья и счастья большого. Пусть наш Казахстан, наши мамы разрастаются, побольше детей рождаются. Наряду с представительницами прекрасного пола особой награды из рук Акима города Талдыкурган удостоился и юный житель областного центра. Яроссел Нурлан – талантливый подросток, вошел в список 100 одаренных учеников Республики Казахстан. 14-летний школьник в своем интервью отметил, что главной заслугой его достижений стало воспитание и поддержка его родителей. В будущем юный гражданин мечтает стать грамотным журналистом. Я отличник в учебе и на олимпиадах и конкурсах я занимаю призовые места. В том, что я такой распространенный, сыграли роль моя семья и мой классный руководитель Майя Саниевна. Они всегда поддерживали меня в моих начинаниях. Когда я вырос, то я хочу стать журналистом, потому что журналистика мне больше всего нравится, потому что мой отец журналист, как и моя мама. Напомним, в областном центре края ЖТСУ насчитывается порядка 6 тысяч многодетных матерей и только около 2 тысяч из них удостоены наград Алтын и Кумы-Салка. Оказание помощи в рамках проекта «Мобильное волонтерство» продолжается. Накануне специалисты антикоррупционные службы выехали в Сарканские и Акцузские районы для проведения безвозмездной юридической помощи, а также в целях повышения правовой грамотности населения нашего региона. Благодаря этому проекту любой гражданин смог получить бесплатно необходимую консультацию у компетентных государственных служащих. Подробности у Карины Закреевой. Вопросы касательно очерёдности в государственном жилищном фонде, качества асфальтового покрытия, проблемы освещения, а также земельных отношений. По всем обращениям жители Сарканского района получили исчерпывающие ответы во время традиционной акции по предоставлению бесплатной юридической консультации. Среди обратившихся со своей проблемой Сауля Сапеева женщина более 10 лет не может получить жильё из госфонда. Сауля испытывает особую нужду в квадратных метрах, поскольку в одиночку воспитывает ребёнка-инвалида. Я ждала получения жилья 12 лет, и за это время мой ребёнок вырос, из-за чего меня сняли с очереди. Тогда зачем я столько лет стояла в списке получателей жилья? Где справедливость? Я пришла узнать ответ на свой вопрос. И насколько законно это решение? Исполняющий обязанности руководителя антикоррупционной службы Саян Ахмеджанов лично поручил ответственное ведомство разобраться в этом вопросе, а также предоставить Сауля Сапеевой подтверждающие документы. Мы обязательно поможем вам в решении данного вопроса, ведь в этом нет вашей вины. Полноценную консультацию получило около 10 граждан. Каждому ответили на волнующий вопрос в рамках правового поля. По словам государственных служащих, они окажут содействие в решении проблем населения. Отметим, что данная работа была проведена и с жителями Аксуйского района. Наблюдаем заинтересованность населения в пояснении, разъяснении действующего законодательства. И с позиции антикоррупционной службы мы полагаем, что знания и необходимые компетенции, правовые для населения, для граждан, для предпринимателей очень важны, поскольку это является важным фактором предупреждения и минимизации коррупционных рисков. Специалисты отмечают, что настоящий проект будет реализован и в других регионах края ЖТСУ. В скором времени ответственные лица посетят Каратальский, Ескельдинский, Коксуйский, Панфиловский и Алакольский районы. Карина Закриева, Ержан Дуйсен, телерадиокомпания ЖТСУ. Лучше один раз увидеть. Практически навыки приобретают учащиеся колледжи области ЖТСУ. Порядка 3,5 тысяч студентов являются участниками программы «Дорожная карта дуального обучения». Опытом с молодежью делятся специалисты предприятий региона, которые отныне к тому же получат официальный статус наставников. О том, как реализуется государственный проект, узнавала наша съемочная группа. На ремонт на механическом участке Кайнара КБ всегда кипит работа. Именно здесь трудятся сварщики, фрезеровщики и шлифовальщики. Лишние руки – помощь опытным специалистам. Вот и учащиеся Талдыкурганского индустриального колледжа не сидят без дела. Сегодня на заводе Кайнара КБ трудится 21 студент по специальности электрогазосварщик и слесарь КПА. Пройдя профессиональную практику на втором и третьем курсе, ребята нарабатывают неплохой опыт. После завершения учебы молодые люди намерены прийти работать на данное предприятие. Специальности сварщика мне нравятся, поэтому я сюда поступил, здесь практику прохожу. Сюда впервые я пришел во втором курсе, сейчас третий курс уже заканчиваю. После третьего курса я планирую, если в армию заберут, то после армии сюда прийти работать, потому что здесь руководство мне пообещало, что я здесь буду работать, на работу возьмут. Почему я хочу сюда на работу? Потому что здесь условия есть. Во-первых, обед хороший, во-вторых, зарплата хорошая. Я здесь всех бригадиров знаю. Мне здесь нравится, здесь хорошие учители, мастеры. Показывают нам на практике, учат нас в схеме, больше работают с электричеством и больше с монтажем. Мы, когда сюда приходили, мы начально изучали схему. И потом мы уже работали с шкафами, которые там, счетчики, датчики и так подобного. После учебы я пойду сюда и здесь буду учиться дальше. Еще 10 учащихся индустриального колледжа проходят профессиональную практику на базе газосетевой организации ТОТОВИДИ. Всего за этот учебный год обучения на данном предприятии прошли уже 60 студентов. Это будущие слесари по эксплуатации и ремонту газового оборудования, а также слесари аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве. Всего в индустриальном колледже сегодня обучается 500 молодых людей. В рамках программы дуального обучения 40% знаний учащиеся получают в теории на базе учебного учреждения, остальные 60% на производстве. Для прохождения практики заключены договоры с 12 крупными предприятиями города, такими как Кастрансгаз, Кайнара КБ, ТОВИДИ, Митакон и Жанель. В целом Талдыкурганский индустриальный колледж по дуальному обучению работает с 2016 года. Если первые годы по дуальному обучению у нас обучались только 50 студентов, то на сегодняшний день охвачено 6 специальностей, более 200 студентов обучаются по дуальному обучению. Дуальное обучение помогает в трудоустройстве студентов, потому что студенты по окончании обучения после получения диплома уже идут на производство, где они проходили практику, где они себя показали уже как специалисты, и их с удовольствием принимают на работу наши работодатели. Стоит отметить, что ТОВИДИ сотрудничает не только с индустриальным колледжем, но и с другими среднеспециальными учебными учреждениями региона. Ведь участие в дорожной карте дуального обучения полезно не только для молодых людей, которые повышают свои знания и набираются опыта, но и для предприятий, готовящих для себя будущих специалистов. В конце концов, эти дети частично, кто-то сразу уходит, кто-то остается, а кто-то уже после окончания приходит на работу. Поэтому здесь из 100%, 2-3% остается. Но оно все равно, почему перспективно, потому что если мы не научим молодежь работать, никто работать не будет. Эти специалисты обязательно нужны. Я сам с этого вышел. Сам, не познав науки производства, мы не научились бы работать. Дорожная карта дуального обучения реализуется региональной палатой предпринимателей совместно с Управлением образования области ЖТСУ. Участие в программе принимают 352 предприятия. По 18 отраслям 36 специальностям и 49 квалификациям. Всего охвачено порядка 3,5 тысяч учащихся из 14 колледжей. На производстве за обучающимися закрепляются наставники. Причем стоит отметить, что с недавнего времени создана школа наставничества, в рамках которой проходят обучающие семинары для сотрудников предприятий. По завершению таких курсов участники получают специальный сертификат и вносятся в реестр наставников при Национальной палате Атамикен, что позволит им получать дополнительную оплату за обучение студентов. В Национальной палате предпринимателей создана школа наставничества. Обучение проводят тренера, мультипликаторы, которые в свою очередь прошли обучение в рамках совместного проекта Национальной палаты предпринимателей и палаты ремесленников города Триер в Германии. Кроме того, ежегодно на предприятиях организуется стажировка преподавателей и мастеров производственного обучения. Так, с начала года квалификацию повысили 11 специалистов. В регионах Казахстана, где объявлена чрезвычайная ситуация на поздние сроки, будут перенесены даты прохождения аттестации педагогов. Сейчас 20 тысяч работников образования участвуют в противопаводковых мероприятиях в качестве волонтеров, в том числе более 10 тысяч в пунктах эвакуации. При этом исчисление заработной платы в период действия ЧАЭС производится в размерах, установленных до введения данного режима, сообщил официальный представитель Министерства просвещения на площадке СЦК. Сегодня около 3 тысяч детей находятся в пунктах временного размещения. Для них организована работа психологических служб. Они обеспечены необходимым школным принадлежностями и техническими средствами для дистанционного обучения. Школьникам из наиболее пострадавших регионов выделены путевки в детские оздоровительные центры. Более 80 ребят прибывают в лагере ЖАЗ-ДАУРЕ на Хмолинской области. В общежитиях инновационных школ, лицеев республиканского значения организовано размещение детей из организации учебного процесса. Дополнительно 28 учреждений образования Мангыстау принимают эвакуированных жителей из Атыраусской области. Всего в регионах, где наблюдается нестабильная паводковая ситуация, 127 объектов образования определены пунктами временного размещения жителей. Наша сила и стойкость в единстве и сплоченности. Так можно охарактеризовать основной девиз, с которым казахстанцы вереницами прибывают на пункты сбора помощи пострадавшим от паводков регионам. Бизнесмены, активисты, просто сердобольные граждане. В Тадакургане люди особой заботы никоим образом не отстают и даже действуют в авангарде благого дела. Среди наименований продукты питания – насильные вещи, средства личной гигиены, медикаменты и товары первой необходимости. Плечом к плечу с ними активны и народные избранники. Подразделения областного филиала партии Аманат собрали и уже отправили три больших груза в пострадавшие регионы. Данная работа будет продолжена до полной ликвидации последствий разгула стихии. Как вы знаете, что сегодня в восточной, западной, северо-западной областях нашего Казахстана сейчас очень трудное положение. Есть природные катаклизмы, как наводнение, потоп. И люди, к сожалению, сегодня остались многие без средств существования, без жилья, имущества. Благодаря нашему посылу, доброму посылу, все неправительственные организации города Талакургана, неправительственные организации людей с инвалидностью, мы решили оказать гуманитарную помощь. И надеемся, что все вместе мы – это единая сила. Объёмы помощи растут ежедневно. Люди приходят, приносят вещи, продукты питания и другие необходимые вещи. Мы никому не отказываем. Работаем сообща. Двести молодых деревьев пополнили зелёные насаждения Талакургана. Сегодня в областном центре прошла акция по посадке саженцев. В рамках проекта «Таза Казахстан» – «Таза Талакурган» проводятся работы по озеленению, а также по очистке орычной системы и улиц города. С самыми активными гражданами, которые приняли участие в акции, встретилась наша съёмочная группа. Нет ничего лучше, чем летним вечером прогуляться вдоль аллеи в тени молодых зелёных деревьев. Ещё одна такая пешеходная зона отныне будет украшать проспект Астаны в Талакургане. Свою лепту в озеленение родного края внесли неравнодушные жители города – сотрудники Акимата, госучреждений и почётные представители старшего поколения. Бабушки и дедушки из Центра активного долголетия ещё раз доказали, что возраст – не помеха желанию сделать свой город чище и красивее. Мы живём в этом городе, мы живём в этой стране, и мы хотим, чтобы наш город был красивый. И вот сегодня мы вышли на аллею, чтобы посадить эти деревья с большим удовольствием. Вот наш Центр активного долголетия, люди, которые уже в возрасте, мы с удовольствием хотим оказать помощь. И вы знаете, такие призывы, как очистить наш город, озеленить, сделать его красивее, мы это делаем для себя, для наших детей, для наших внуков. Я только за и с большим энтузиазмом. Большое спасибо всем, кто отзывается. Мы, как и все, решили поддержать, выйти, озеленить наш красивый город. Я думаю, что со временем, после высадки, посадки деревьев по этой аллее, люди, жители нашего города смогут в тени деревьев, укрываясь от солнца, спокойно ходить, наслаждаться. Я думаю, со временем, когда они вырастут, также будут служить защитой от ветров. Как известно, на этой неделе Касым Жмар-Тукаев поручил Акимам областей и городов, не затронутых паводками, проводить работу по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий и населённых пунктов. В центре области ЖТСУ стартовала акция «Таза Казахстан, таза Талдыкурган», в рамках которой на этот раз было высажено 200 молодых деревьев. Акция у нас с 8 апреля по 12 мая начата. На сегодняшний день по всем акциям у нас предусмотрена работа посадка деревьев, побелка, очистка, руслы рек. Все эти работы у нас на сегодняшний день ведутся совместно с общественниками, совместно с ветеранами, также у нас с государственными органами. Работа продолжается. Помимо этого у нас намечается 13 апреля общегородской субботник. Мы будем чистить весь город. Пока же из 376 километров орычной сети очищено 22 километра. В порядок приведены два водосборных головных канала, что также будет способствовать озеленению города. Стоит отметить, что в этом году в Талдыкургане уже было высажено около 1 тысячи саженцев. В осенний период планируется снести 500 старых и посадить ещё 5 тысяч молодых деревьев. Кроме того, до начала лета областной центр украсят цветочные клумбы. Планируется высадить порядка 500 тысяч однолетних цветов. Надежда Белова, Мадиба Ибасынов, телеканал ЖТСУ. Разбивали витрины и рекламные щиты. Разгромили уличные фонари и даже досталось на орехи автобусной обстановки. В Талдыкургане внимание сотрудников Центра оперативного управления привлекла компания агрессивных молодых людей, которые под покровом ночи устроили локальный погром. На место незамедлительно были направлены наряды поборников правопорядка, при виде которых буйный квартет попытался скрыться. Однако через несколько минут они в полном составе под красно-синий световой аккомпанемент давали объяснения полицейским. Как констатировало руководство Талдыкурганского Всевидящего Ока, за своё буйное развлечение правонарушители привлечены к ответственности согласно закону. Причиненный материальный ущерб возмещен потерпевшим в полном объеме. В послании президента народу Казахстана Касымжо Мартом Тукаевым была поставлена задача воплотить в жизнь концепцию слышащего государства, которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан. В рамках реализации данного поручения вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев посетил областной центр. По его инициативе был организован круглый стол, на котором спортсмены и государственные служащие говорили об актуальных проблемах сферы. О итогах визита столичного гостя расскажет наш корреспондент. Круглый стол начался с подведения итогов работы за 2023 год. Вице-министр туризма и спорта Мирас Тулебаев заслушал доклады специалистов. Так, в ушедшем году объемы инвестиций достигли исторического максимума в сфере туризма, составив более 700 миллиардов тенге, что на 53% больше, чем в 2022 году. Также эксперты утверждают, что в области ЖИТСУ для продвижения перспективных спортсменов создаются благоприятные условия. Наряду с этим ведется и активная подготовка спортивного резерва. В целом, по итогам ушедшего года, в республике функционирует 510 детско-юношеских спортивных школ, где занимается 400 тысяч детей. Кроме того, специалистами отрасли были заданы вопросы по актуальным проблемам спортивной и туристической сферы. Ранее мы задавали вопрос министру финансов о строительстве биатлонного комплекса, на что нам был дан ответ, что на реализацию этого проекта потребуется около 17 миллиардов тенге. Специалисты сферы спорта и туризма также затронули такие вопросы, как проблемы с финансированием, сокращение числа спонсоров и количество запланированных мероприятий. Были упомянуты и низкие заработные платы спортсменов. Не менее остро стоит вопрос создания условий для людей с особыми потребностями для участия в большом спорте. Вице-министр туризма и спорта Мирастулебаев дал развернутый ответ на каждое обращение участников встречи. Сотрудники местного Акимата должны направить запрос и только в этом случае данное обращение будет рассмотрено. Не секрет, что в настоящее время всеобщая цифровизация открыла большие возможности для граждан страны. Посредством ЕГОВ они могут направить запрос в различные госорганы, от администрации президента до местных Акиматов. Каждое обращение гарантированно будет рассмотрено. По словам госслужащих, их главная задача создать комфортное и справедливое общество, в котором каждый гражданин будет чувствовать поддержку со стороны государства. Именно для этой цели организуются аналогичные мероприятия. В рамках концепции слышащего государства специалисты различных отраслей обязаны отвечать на каждое обращение граждан. Давать развернутый ответ с приложением, подтверждающий документов. Это обязанность каждого государственного служащего. Также в рамках поручения главы государства мы устраиваем встречи с населением и организовываем круглые столы. В связи с этим мы посетили оба ЖТСУ. Выслушали каждого госслужащего и обязуемся решить проблемы, с которыми к нам обратились. Также мы рассказали и о дальнейших целях и развитии сферы. Это вся информация к этому часу. Оставайтесь на телеканале ЖТСУ. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова